так мне пришли наконец-то мои линзы вот такие вот я покупаю optima тут их 4 штуки и вот такие вот цветные заказала fresh look зеленый чтобы глаза были еще зеленее и вот такой вот пинцетик в интернет-магазине заказывала доставка линз он по-моему называется не знаю как но как то так он называется вот такой улов там вон че дали для чистки что сейчас я открою да точно эту самую салфетку подарок дали мелочи приятно вот вдруг кому-то интересно доставка линз вот адрес их телефоны черный код и еще раз линзы такие оптима такие вот цветные fresh look и да всем привет ну что этот цветок благополучно объеден я не знаю как он сюда забрался каким образом ну как бы места нету но нашел в общем иначе говоря я придумала средства предохранения что может быть позволит все таки цветку вырасти вот такая вот такое средство предохранения разрезала 7 литровую бутылку пластиковую ну вот так вот его спрячу будем надеяться что у него что у цветка все получится а второй цветок здесь стоит у него конечно дела получше пока я думаю что его тоже надо прикрыть потому что он тоже весь обгрызенный обглоданный вот этой вот черной мордой ну что смотрите стал базилик падать потому что включили батарею надо наверное лучше на улицу вынести и вот это тоже видите при тепле прям сразу тоже стало вянуть сейчас я их вынесу эти цветочки пока оставлю полью ну и те и это стало вянуть потому что под батареи но сейчас будем решать проблему батареи включили оставить цветы то все равно некуда пока у нас сегодня между прочим смотрите сколько это градусов 8 где-то так 8 градусов 7-8 градусов тепла ветерок те окошки приоткрыла все открыла проветриваться цветет одна моя фиалочка черные уши конечно солнце как не было так и нет в общем погодка как последние полторы недели уж точно ничего нового смотрите кто здесь местечко освободилось а свято место пустыне бывает да сразу черная морда пришла проверять твои цветы полили да уже знатный огородник это конечно средства предохранения блин ну реально жалко цветы просто не могут вырасти потому что их объедают до того как они начнут вырасти проверяет проверяет мой я уже выскочила все еду в раменска потому что надо распечатать заявление переписанное надо его еще и отдать чтобы вы приняли этому еду в раменска сейчас немножко прогрею машину и попробую скачить сначала у нас есть торговый центр может быть там можно распечатать документы потому что равенском я не знаю пока где но у меня есть два часа чтобы все успеть сделать тучи как видите точно такие же как были вчера люди идут одеты довольно таки 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 довольно таки тепло я опять в кофте поэтому включаем обогрев и выезжаем еду в раменска смотрите какие тут кафешки красивые разгребитался мне такой светофор неудобный который очень сильно тормозит все но сегодня хотя тоже пробки хотел сказать сегодня пробок меньше но и действительно меньше но они есть но просто потому что они здесь есть всегда так мне на самом деле нужно еще найти где распечатать обувь одежда пятерочка ладно поеду немножко подальше думал распечатаю документы около дома там там где был была такая возможность я уже нет они там съехали можно было фотографии распечатать какой-то такой вот магазинчик был они съехали вот здесь кстати в интересе может быть можно распечатать в салонах сотовой связи у них иногда бывает такая услуга по крайней мере и точно есть такая в евросети евросети по моему евросети или связном что там за какой-то не за рубли за 10 сможете распечатать с вашей флешки вот в общем буду сейчас искать где распечатать сначала пока вот пока вот тоже вот тоже пробочка солнышко нету люди вон все в куртках в шапках осень у меня даже нет слов с чего начать я нашла где распечатать документы я бегала все салоны которые есть в округе в раменском я нашла фотоателье где мне распечатали заявление я даже успела его принести но девушка сказала мне что там чуть-чуть неверная формулировочка ну короче сегодня я ее уже не успею сделать в итоге мне возвращаются документы я должна буду уже заново снова подавать вот то общее окошко ждать 5 рабочих дней и стою я тут около раменского время по моему 17 ну короче около 6 часов уже сегодня кстати не так темно как вчера было в это время ну в общем неудачная мне сегодня попытка меня уже мужики там узнают в лицо что конечно с одной стороны хорошо с другой не очень ладно поеду в сторону дома я приехала я приехал домой уже в ночи время 7 часов пока пробки пока в магазин в общем такая сегодня у меня неудача судом заявлением ну как бы что делать будет попытка номер три я девушка упорная так просто и не сдамся все ладно на самом деле хочу попрощаться спасибо что что уделили мне 10 минут на очередной мой влог ни о чем и и вообще хорошего вам настроения все пока пока